В небольшой деревне в центрально-китайской провинции Хубэй 58-летний кузнец Тан Юнь Го придаёт форму металлической пластине. Он делает вок – традиционную китайскую глубокую сковороду. «Края вока должны быть закруглённые, они сровные. Нужно сделать десятки тысяч ударов. Когда он остывает до комнатной температуры, нужно ещё 20 тысяч ударов». Он и ещё 12 кузнецов работают на 27-летнего предпринимателя Тяньхуаня. Молодой человек увидел, что продукция ручной работы становится в Китае всё более популярной, особенно среди молодёжи. «Материальные стандарты жизни всё выше и выше. У людей всё больше нематериальных запросов. Поэтому я вижу большие возможности в создании продукции ручной работы». Дед Тяньхуаня тоже был кузнецом. У молодого человека уже шесть магазинов в городке Датянь, где проживает всего три тысячи человек. В месяц продаёт 300-400 воков через мобильное приложение WeChat. Каждый стоит не менее 90 долларов США. Это приблизительно в три раза дороже, чем фабричный вариант. Среди китайцев в возрасте от 20 до 30 лет растёт тенденция покупать качественные и эксклюзивные продукты. Жительница Пекина Фулетин купила у Тяньхуаня уже три вока. «Температура сковородки выше. Она напоминает мне о детстве. Раньше мы не покупали товары конвейерного производства. Всё было сделано вручную. Мне кажется, эта сковорода лучше». Традиционные воки изготавливаются с круглым днищем, что обеспечивает нагрев до 250 градусов по Цельсию. Однако на большинстве современных бытовых плит нет специальных держателей, поэтому воки часто делают с плоским дном.